МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте вам, уважаемые подписчики и зрители канала. Меня зовут Никита. Мы наконец-то берёмся шатать очередное и самое главное последнее надгробие. У нас не всего хватает. У нас сейчас, например, немножко в недостатке малых зелий лириума. Есть, правда, пять большин, пять обычных зелий, но всё же этого недостаточно. Тем не менее, сейчас мы будем надгробие в любом случае трогать. Только сначала, мне кажется, надо подготовиться чуть более внимательно и аккуратно, нежели ранее. А, вот что, наверное, мы сделаем. Точнее, как мы даже поступим. Как мы, как мы, как мы? Сейчас мы вот это всё оружие, холодное, горячее, отменяем. Пускай мана будет полная у обоих наших дам. Во-вторых... Та-та-та-та-та. Я помню, есть у... По-моему, есть... А, да. Морген же в автоматическом режиме его пытается ставить. Давайте пока что... Очистим эту позицию, хотя надо было, наверное, эту... Ну, чёрт бы с ним. Ладно, очистили и хорошо. У Вин, по-моему, был некий там магический щит. А, волшебный щит, он где сейчас недоступен. А, у неё ещё есть, вот, каменный доспех. А каменный доспех, она на себя вообще накладывает своё атакован оружием ближнего боя. Давайте не так. Давайте, наверное, сейчас выведем специально... Специально к себе выведем этот доспех. Как скажешь. Здесь он постоянно, да, как раз потребуются силы на его поддержание. Кстати, небольшие сравнимые как раз с огненным оружием. Даже меньше, 40, требуется на поддержание. Что мы ещё делаем, что нам сейчас необходимо? Что мы ещё делаем? Давайте вот чего посмотрим и чем мы очень редко пользуемся, если не сказать, что не пользуемся вообще. У нас есть природный бальзам устойчивости к силам природы. Малый духовный бальзам устойчивости к силе духа. Ледяной, природный... Давайте, наверное, вот эти штуки вынесем сейчас. И я не знаю, можно ли одновременно использовать. По-моему, нам нужен духовный бальзам, потому что вроде бы именно им лупит нас данный неприятный гражданин. Малый эликсир заземления, это хорошо. Кстати, слушайте. Я вот думаю, а что если нам поставить, взять и поставить ловушки? Мы приблизительно видим, где нам располагаются скелеты. Давайте так и поступим, раз у нас возможность есть, отсмотреть, что бы это ни сделать. Мы всегда... Ну, точнее, в последнее время стараемся более-менее вменяемо действовать, чтобы... Почему бы нам сейчас так не продолжать действовать? Хорошо. Хорошо. Так, кстати, вон он еще. Наверное, один из самых опасных, по-моему, вот этот желтенький будет, если я ничего не путаю. То есть он будет очень толковый лучник. Да, скорее всего, так оно и будет. Очень толковый лучник. Так, тебе же мы сюда осколочную ловушку малого действия, малого радиуса действия влупим. Ты ей будешь несказанно рад. Сразу тебя предупреждаем. Лишь бы оно только все осталось. То есть, лишь бы оно не пропало, и тогда нам будет немножечко полегче. Симпатичный алтарь. Мне нравится, как он отделан. Нравится его дизайн в целом. Ну, вот разве что за исключением вот этих боковых росписей. А так достаточно скупый и интересно. С интересной расцветкой. Так, что мы еще? Еще я предлагаю, раз у нас этих тут бродяг полно. Давайте у каждого из них на самом деле поставим себе... Не себе, а поставим для своей безопасности. Малые осколочные ловушки. Без исключения, то есть, кто бы из них не встал, они встанут и себя обрадуют и нас. Себя и нас. Плюс, прям буквально перед тем, как потревожить на гробе, наложим мы у вин стража на... Кстати, давайте еще мы большую ловушку. Ух ты, она слишком большая. Нет, большой ловушкой чесноком мы точно сейчас не будем трогать. Еще одну малую ловушку. Мы у лилианы, точнее для лилианы, используем последнюю кислотную смазку. Хотя, наверное... Лилиана, лилиана, лилиана... Ты можешь еще яд изготовить? Да, точно, может. Хорошо, давайте еще чуть побольше яда изготовим. И возьмем... В быстрый доступ себе как раз и положим... Именно вот такой вот тип яда. Такой самый простенький. И сейчас это все применим. Давайте быстро. Раз. На некоторое время это будет действовать. Защитника тоже будет на какое-то время действовать. Давайте, что еще? Что еще мы можем сейчас прям такое сделать, чтобы... Эй-эй-эй! Наверное, ничего. Раз, два. У лилианы все в порядке. У нас все в порядке. Все целые, живые, здоровые. Малый духовный бальзам всем принять. Наверное. Да, наверное, надо было ее именно всем раздать. Ну, черт бы с ним. Давайте сами принимем хотя бы. И будет уже хорошо. Воздух. Да, воздух, кажется, замечательно потревожить руны. Так, новый текст из кодекса Джиггернаута. Да мы, в общем-то, в курсе уже насчет Джиггернаутов практически все. И надо было только сохраниться. Потому что мы тут кучу всякого наделали. Если сейчас будет какой-то замечательный волшебный вылет, мне это явно не по душе будет. Помимо всего прочего. Нет, скелет самый обычный лучник. А вот он, скелет-пожиратель. Давайте на нем сейчас свою атаку тогда и сосредоточим, в первую очередь. Ловушки. Ой-ой-ой-ой. И ловушки на них как-то неактивно действуют. Точнее, когда они только поднимаются, еще ловушка не начинает, к сожалению, действовать. Ребят, все. Теперь все без исключения вовлекаемся в битву. Абсолютно так. Совершенно точно. Морриган, давай-давай-давай. Тебе никак нельзя умирать. Ты у нас очень важный элемент. Смерть которого не то, что прям совсем недопустима, но крайне нежелательна. Давайте-давайте-давайте вдвоем, а сейчас даже уже переключаемся. Морриган, как себя чувствуешь? Морриган чувствует себя, наверное, не очень. Так, нет, оттягиваемся, оттягиваемся, оттягиваемся. Бегом, бегом, бегом. Отвлекаем на себя внимание вот этого гражданина, у которого устойчивость, кстати, к ловушкам, что неприятно. Нет, не на него. На него ничего не надо накладывать. Его надо просто... Вин, ну как ты, мать твою? О, скелет-пожиратель. Он, наверное, тебе пробил целую там... Целую серию заклинаний. Вот не здорово. Им надо сейчас будет заняться скелет-пожиратель. Раз. Два. Так, а что с этим-то граждан... А, он сейчас Морриган притянет. Успеем, нет? Нет, не успеем. Надо будет потом. Если он сейчас Морриган все-таки не убьет... Ух, как нам тяжко будет, ребята. Ух, как нам будет сейчас тяжко. Убил. Да, убил все за один удар. Эх. Это не просто проблема. Это жопа, уважаемый. Между прочим. Так, у нее там, кстати, капкан. Если бы нам удалось его хоть как-то там отвлечь... Давайте на себя будем остаться из мертвых отвлекать. Так, у-у-у-у-у, Лена. Успей, пожалуйста, успей выпить. Так, успела, да? Успела, ху. Сейчас, значит, она, скорее всего, выживет после одного удара. После одного удара она выживет. Давайте вот что мы ему сейчас кинем. Давайте мы ему, наверное, сейчас попробуем закинуть какую-нибудь бутыль с кислотой. Все остальное, к сожалению, не сработало. Нам не удается его как-то откинуть, что ли, отсюда. Заставить его передвинуться, убежать. Давай-давай-давай, на Леляну, давай-давай-давай-давай-давай. Давай сюда, милый. О, кстати, хорошая мысль. Смени сейчас оружие. Еще его и уронить, помимо всего прочего. Блин, он тоже переключился на другое оружие. Ну, шо ж ты, милый, шо ж ты такая гнида-то, неприятная. Так, 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 слабины не давальщик, а ну-ка. А ну-ка, давай-ка жить. А то мы сейчас, конечно, слабины не дадим, но он нам по щам-то пропишет как надо. Так, и теперь заставить его пройти через ловушки. Но, да шо ж он гнида, вот вообще не хочет. Заметьте, вообще ни разу не хочет проходить через них. Прямо-таки нагло отказывается. Так, интересно, конечно, против Джиггернаута все равно действовать не будем, но не будет, но попробовать. Так. Лилиана, мать твою. Нет, нет, нет. Припарка. Припарка, большая, малая. Лилиана, то же самое, большая, малая припарки. Сейчас он будет притягивать. Так. Притянуть его не получилось. Хорошо, ловушки сработали. Как надо, урон ему-таки прошел. Лилиана, заходят сзади. Это у нас все-таки разбойник. Как-никак, пускай и без дополнительных навыков, но разбойник. А, бутыль с кислотой. Тво... Че-то я прозевал, короче, Лилиану. Отлично, сейчас будем биться один-один. И припарок тут мы скушаем. Ого-го. Промахиваться мы тут будем. Опа. Сработало. Пускай ненадолго, но сработало. Пускай раз там в сто тысяч миллионов лет, но сработало. Получай, получай, засранец. Мы тебя все-таки забодаем. Никуда ты от нас не денешься. С трудом. Но зато с чувством, с толком, с расстановкой все у нас получится. Это точно. Боком выйдет. Но вроде бы он никакой дополнительный урон вроде ауры. За ним сейчас никакой нет. Ничего дополнительного он нам не пробивает. Это здорово. Само по себе. Так, только успеваем пить припарки. Если он каждый раз будет попадать, нам будет очень больно. Помимо всего прочего. Давайте напьемся до улучшения. Отлично. У меня еще криты проходят очень часто. Так, 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 так. Пьем, 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 пьем. Ох, не люблю я восставших мертвецов, но... И этого мы тоже одолели. Пускай не все прошло идеально, но одолели. Смогли таки. Если в прошлый раз, заметьте, да, отдували изо всех вин с Морриган, то сейчас отдувались как раз больше Лилиана с нами. Ну, то есть она отдувалась с нами. Все вышло очень даже недурно. Так. Ну, теперь возвращаем все на круги своя. Тогда включаем свое любое действие. Включить режим пылающее оружие. Вот так вот. Правильнее будет Морриган. У тебя тоже свое любое. Любое. Включить режим. Ледяное оружие. Вот так вот. Не успели мы полноценно этого парня отработать, чтобы никто особо не пострадал. Но, тем не менее, не это главное. Самое главное, что сейчас нам будет доступен полный комплект Джаггернаута, с которого, я думаю, мы очень-очень много всякого вкусного получим для Стэна. Ну, то есть, с такими бонусами он будет биться еще лучше, чем прежде. И ура, ура, наконец-то задание выполнено. Лес Бресилиан. Льфийский ритуал. Воин Чародей. Сокровище Мага. Ну, наверное, это и было, да? Все предметы спрятаны этой винтерским магом. Наверное, оно и было. Горе Камена. Раненый в лесу. Во власти проклятия. Ну, наверное, да. Наверное, так это и называлось. Что ж, ребят, я очень рад получен, ну, получившимся у нас в итоге результатом. Вроде жаловаться не приходится. Противника одолели. Да, использовали много целебных припарок. Ну, куда же без этого? Куда нам от этого деваться? Ребят, еще один момент, прежде чем мы отправимся на озеро Калинхат. Давайте все-таки подойдем к Элоре. Вдруг у нас получится ей помочь. Тем паче, что Стэна мы уже, во-первых, нарядили в доспех Джиггернаута. Во-вторых, у него все-таки навык мы чуть-чуть дальше прокачали. Возможно, сейчас этого хватит. Снова пришел проведать нас с Галлой, да? Не знаю. Если ты чем-то сумеешь помочь ей, я буду благодарна. Стэн. Давайте выживание осмотреть. Давайте, наверное, начнем все-таки постараться успокоить Галлу. Во время нападения оборотень укусил его за ногу. И она очень боится за него. Я и не знала, что ранена другая Галла. Ох, еще немного, и эта зараза разошлась бы по всему табуну. Мас Эронос, благодарю тебя. Сегодня ты оказал моему клану великую услугу. Я вовеки буду благодарна тебе за помощь. Здорово. Задание выполнено. Лора, главный долейский пастух рогатых Галл, беспокоена тем, что одно животное схватило проклятие. Вам удалось выяснить, что Галла просто тревожит со своей парой. Это избавило долейское стадо от проблем. Лора была очень благодарна вам за помощь. Вот так вот. А в чем выразилась эта благодарность? Я еще раз скажу тебе, Мас Эронос, за помощь. Ой, ну вот. Просто изумительно. Как ты смеешь? Да, действительно, просто это изумительно. Но все это произошло лишь благодаря Стэну. Без него мы, естественно, не справились. Но затем мы, собственно, это дело все и развивали. Что ж, теперь мы готовы более-менее выдвинуться и на озеро. Давайте так и поступим. Пристань на озере Клинхат. Наверняка нас сейчас опять кто-нибудь по пути перехватит. Это можно к гадалке не ходить. Я очень сильно удивлюсь, если этого не произойдет. Кань, конечно, нет. Нет, не произойдет. Берсеркан. Что там за оружие было? По-моему, оно у... Да, это оружие зеленый. То ли зеленый меч, то ли еще очень зеленый. Что-то там называется у Алистера. Который наносит дополнительный урон по зверушкам. Но я думаю, что мы и так зверушек одолеем. Своими силами. А здесь мы, наверное, посмотрим еще проще. Ой-ой-ой. Ты что делаешь, дурак? Ты что нас опрокидываешь, Лилиана? Ой, Лилиана, неплохо. Ой, Лилиану мы не спасем. Ой, извини, Лилиану. Но тут ничего не поделаешь. Так, что у нас с Берсерканом? Он, блин, Морриган, заразу. Заразу. Зараза, Морриган провалил. Вот что неприятно. Что мы еще можем сделать? Мы сейчас можем все это добро оглушить. Если мы все это честное кампание или не очень честное. С Берсерканом. Ну, вроде бы, разбираемся там потихоньку. А те, наверное, давайте добьем вон того парня. Потом уже будем разбираться с тем, у кого здорово побольше. Ой, Стэн, точность, конечно, у тебя просто на грани фантастики. Выпадаешь раз в сто лет, и то, если очень сильно повезет. Так, Берсеркан закончился. О, какой он все-таки страшный. Если на его морду начать смотреть. Реально такой прям опасный. Опасный зверушек. Но хотя бы никто серьезнее. То есть на нас не нападали порождения тьмы. И это уже хотя бы само по себе здорово. Зяень таверны и Лорана. Лорана, это, по всей видимости, та девушка, которому должны доставить сообщение о смерти ее супруга. Кто-нибудь хочет это сделать? Я плохо знала твоего мужа, но уверена, он был хороший человек. Он пал в бою. Как? Ой, это ужасно. Любимый мой. Да, она явно этому не рада. А что насчет хозяина таверны? Что он скрывает? Какое у нас к нему может быть дело? И снова добро пожаловать в избалованную принцессу. Чем теперь могу быть полезен? А, точно. Насчет брата Дженетиви. Нас туда этот парень посылал. Хотя мы уже знаем, что это было, ну, как бы ловушкой. Потому что он нас попытался убить по глупости своей. Что-нибудь подозрительное? Не замечал рядом с гостиницей? Конечно нет. А почему ты спрашиваешь? Ты видел рыцарей из Рэдклиффа? Нет, нет. Не видел я никаких рыцарей. Правда. А что же ты тогда нервничаешь? С чего бы мне нервничать? Вот-вот. Слушай, человека, которого ты ищешь, здесь нет. Тебе лучше поскорее покинуть это место. А с чего ты решил, что мы ищем какого-то человека? Ну, давайте попробуем убедить. Все-таки навык у нас невероятный. У тебя неприятности? Можешь нам довериться? О, они следят за мной. Я не могу открыто говорить нет. Не оглядывайся и говори потише. Они ищут всех, кто спрашивает о брате Дженетиви. Они верили мне делать вид, будто все в порядке, и отрицать, что видел монаха или рыцарей. Вот как. А кто же эти люди? Хотя, ладно, раз он просит, потише и без всего этого. Давайте спросим лучше, чем можем помочь. Чем ты можешь помочь? Я делаю, что мне велят. Так как они угрожают моей семье, у меня нет выбора. Будь начеку и быстрее уходи. Я не знаю, что случилось с рыцарями, но сомневаюсь, что что-то хорошее. Ладно, обещаю, все уладится. До свидания, и пусть создатель обратит свой взор на тебя. Знаток души. Достижение разблокировано, что тут у нас прямо одно достижение за другим. Хозяин избалованный принцессы рассказал, что за ним следят какие-то странные люди, что этим людям нужны те, кого интересует местонахождение брата Дженетиви. И, похоже, трактирщик их боится. Ну, понятно, новую информацию он нам, в общем-то, не сообщил. Мы, как бы, и так знаем, что там в морозных горах раздражительный и подозрительный посетитель. По-моему, нам как-то и с этим парнем нужно будет переговорить, но явно, что в другой раз. Ну, Стэн сейчас смотрится просто такой махиной в доспехах. Еще такой перо у него из затылка вытаскивает. Выглядывает плюсом. Вы посмотрите, какая у него топорище за спиной висит. Ох, опасный, опасный человек этот Стэн. Ой, а вот эти ребята. Ну, ребят, вам не повезло. Прямо-таки сразу вам скажу. Вот вообще не повезло, ни разу. Раз. Парень, ты какой-то расслабленный. Напрягись. Напрягись, напрягись. Не отвлекаясь на посторонние дела. Давайте цепочки кинем. Слушай, а что с... А, храмовник там в какую-то ловушку, что ли, попался? Ха, в перчатках побежал атаковать. Красавец. Красава моя. Вы посмотрите на него. Так. Так, 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 так. Держи, дружище. Сектант-лучник. Ага, то есть здесь все-таки некие сектанты замешаны. Становится все интереснее и интереснее. Предводитель сектантов. Давайте на него... А, наверное, лавка нам мешает. Конечно. Парадный доспех. Броня минус 3 плюс 10 психической сопротивляемости. Не, эта вещь только на продажу. Я же, если бы мы ее где-нибудь в начале игры для стена нашли. Слушайте, а там у сообщества магов ничего нового нету, за исключением грибов, которые... С исключением грибов нету ничего. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Так, храмовник нам что-нибудь скажет. Может быть, там пару слов или нет. Упокой создатель души всех. Будь то храмовник или маг, что отдали свою жизнь, защищая кругу. Хорошо, Кестер, давай-ка отвези нас на ту сторону. С возвращением, юное создание. Хочешь переправиться к башне? Да, будь добр. Тогда вперед. Вперед, вперед. В башню круга нам сейчас надо там будет закупиться иллириумной пылью с одной стороны. И, помимо всего прочего, помимо прошаривания по сундукам, нам необходимо будет еще выполнить ритуал, который... Про который мы в свое время забыли. И сейчас мы это обязательно все проделаем. Так, ни у Грегора, ни у Рюнга у нас сейчас к ним, точнее, вопросов нету. Давайте тогда отправимся непосредственно по своим делам. Ты правда перебился? Да-да-да-да-да-да. Теперь тебе точно понадобится кое-какие прип... Так, нам понадобится точно вот несколько вещей. Во-первых, это грибы, которых у тебя нету, да? Нет у тебя никаких грибов. Рецепт аптечки малого духовного, теплого бальзама, фемиама, концентрирующий реагент, демоническая лимфа, скверненный реагент, бла-бла-бла. Вот лириумная пыль у него есть в достатке. Давайте закупимся ей, потому что нам сейчас достаточно много надо будет создать и зелий из лириума. Хотя склянки у нас уже заканчиваются, но ничего не поделаешь. Давайте больших столько создаем и малых зелий, сколько нам уже хватает. Надо будет склянками затариться уже на базе у нас у лагеря. Затаримся. Ничего страшного. Владенька. Так, слушай, а что у тебя там? Теперь тебе точно понадобится. У него там из дополнительных вещей ничего такого? А, благословление Андруила, да? Замечательно. Хорошая вещь, но, наверное, не для нас. Явно не для нас. Здесь из рецептов у него ничего интересного. Из доспехов, прям вот по-настоящему, тоже ничего интересного. Хотя серьезные вещи, да? Например, шлем солдата из драконьей кости. Пускай самый обычный, но по показателям очень даже добротный. Много у него здесь стрел. Посох лорда магистра, да. Тоже хорошая вещица, но опять же... Опять же, не сейчас. Вот он. Здравствуй, здравствуй, сыкливая твоя морда. А, это ты! Ты спас круг! Я бы расцеловал тебе ноги, но боюсь, ты меня прикончишь. Правильно боишься. Может, зайдемся на рукопожатии? Или поцеловать тебя в лобик? Я просто рад, что ты еще жив. Пожалуй, наши мысли сходятся. Может, это не очень заметно, но я тебе за все признателен. И в чем же выражается-то твоя признательность? А, привет! Хочешь... Или просто желаешь поболтать? Может, это не очень заметно? Да, это действительно не очень заметно. Ну, хотя, действительно, я уж как-то с таким, с подходом барыги все... Если мы какое-то доброе дело сделали, или неважно, даже по каким-то своим причинам сугубо помогли тому или иному человеку, или даже не непосредственно ему, а неким образом посредованно, как в данном случае спасли круг, то прям должна быть какая-то такая... Должна быть видимая награда. То есть материализованная. Что-то меня совсем плющит. Надо, наверное, от такого хода мысли уже отказываться. Потому что мы тут всякого навидали. Ситуация благородства нас кидает вот к такому поведению. Это совершенно неправильно. Давайте какую-то более такую сухую линию, что ли, выберем. Еще раз. Сосуд поднят. Опущен. Копье поднято. Давайте тогда как раз по статуям сейчас пройдемся, только не будем целой толпой тут бегать. Раз. А, неправильно, слушайте. То ли... А, то ли мы прервали, кстати, это предыдущую цепочку. Наверное, вот так вот просто ничего не должно происходить. Меч поднят, меч опущен, а потом копье. Сейчас проверим на правильность все это дело. Да, пока что все правильно. Это мы просто прервали предыдущую цепочку. Я даже не знал, что она где-то там в кэше сохранена. Так, мы это сделали. И теперь, теперь народ толпой отправляемся уже дальше. Потому что копье у нас находится в другом немножко месте. В том самом месте, где нас этот демон захватил, захватил наш разум. И когда мы отправлялись в тень. Сейчас же мы явно отправляемся не туда. Точнее, в тень мы больше отправляться не будем. Но вот этого парня с копьем нам найти надо. И, по-моему, он... Вот оно. Вот та самая статуя. Задание обновлено. Глухой рокот говорит, что древняя защита ослабла. Нечто вырвалось на волю в нижних этажах ярусов башни. Зашибись, кого-то мы, короче, выпустили. Ладно, прежде чем пойти вниз, давайте все-таки все этажи обшарим. Без исключения, чтобы ничего не упустить. Чтобы знать точно, что мы никакие... Ни один там сундук не упустили, не пропустили. Что все, что мы там находили. Видели, все у нас обшарено. И добыто, да? Итак, мы уже на первом этаже. Честно говоря, не знаю пока что, где и чего произошло. Точно нам об этом информации нет. Они вонтали эту дверь. Потому что там сказано, что на нижних этажах... Ах ты ж, епарасоте, шахвирт. Я, кстати, с ней знал, ребят, потому что раньше я никогда его не призывал. Если вдруг чего. Ой-ой-ой-ой-ой, слушайте, какой неприятный ты персонаж. Но при этом достаточно все-таки... Завалил, завалил одного из учеников. Ой, вин нам этого не простит. Ой, не простит. То есть это уже не совсем ученики, это подмастерье. Хотя... Ей от этого будет не легче. Ах, у нас получилось! Его породила высокомерие могущественного идиота, не способного держать мысли при себе. Шавирт. Скопище мощных, но не конкретных мыслей, образованное в тени. Такое существо прямо противостоит сосредоточенности и движению к цели. Отвлечение, обретшее плоть, разум, один или несколько, оставивший в тени эти следы непринятых действий, является могучим и воистину древним. Ну, Морриган его вполне себе ярко охарактеризовала. Флюорит, кварц, малахит, юсай... У-у-у-у! Вот это штуковина! Вот это мечишка, так еще и сельверита, ни много ни мало. Йохоху. Так. Юсарис, драконобой. Шел он бок о бок с чудовищами, за драконом по волчьим тропам, в землю, где лед, как сталь. И воздух редок, как пряди старухи, где каждый путь усеян костями погибшего в одиночестве, там обустроился Дейн. И полсотни мечей было с ним. И вот нашел он пещеру Феншаля, хранителя древнего гор, убийцы волков. Дейн размышлял, как дракона убить. Демона огненного, чья чешуя ярче горит, чем любая кольчуга, чьи зубы врос человека. И были вокруг только кости. Волки, люди, чудовища. Счета им не было. Даже стаи волчи запах смерти отпугивал. И отчаявшись, Дейн пробрался в пещеру один, чтобы в одиночку искать смерти чудовища. Там, сияя средь мертвых, подобно звезде, меч возвышался. Юсарис. Нашла его Дейн на рука. Выкован гномами лорду из Аламари. Ждал он за веком век, чтобы в битве вновь высиять. Выдернул Дейн его из земли, и воткнул в глаз дракону, что спал еще на земле, быстрым ужасным ударом. И проснулся в гневе Феншаль, лишь чтобы умереть. Из баллады Дейн и Оборотень. О, как нифига себе, туда даже это было вплетено. Легенда о мече Юсарисе существовала еще до Андрасты. Меч, который Дейн нашел в сокровищнице дракона, и с помощью которого убил как Феншаля, так и Оборотня, перешел к его сыну Хафтеру. Возможно, сам Дейн был выдумкой, но Хафтер действительно существовал. В сороковом году первого века, священного века, он был пленен... Он, тьфу, он был пленен... Он вел племена Ламари в бой с порождениями тьмы, пришедшими из земель гномов, и наводнившими Фролденскую долину. Он не только прогнал Орду, но и нанес поражение объединенным силам Аваров и Хасиндов, надеявшимся воспользоваться сумятицей в своих целях. Своими победами он заслужил себе уважение племен и был избран первым Тейерном. Говорят, что после многих лет мирного правления, Хафтер покинул Фролден, отплыв с тем самым мечом на закрайный восток, через океан Амарантайн. И с тех пор его не видели. Так. Ну что ж, интересная вещь, не простая, а вполне себе золотая. Реально, ребят, я никогда раньше вот это задание не выполнял, и оказывается, мечишка-то тут какая надо. Прямо-таки какая надо. Исарис из Сильверита, плюс 20 устойчивости к огню, плюс 10 крону против драконов, ухо определенному стена с собой. На это дело возьмем, ой, возьмем. И урон лютый, и пробивание брони добротное, как у Секиры. Ну, модификатор только критического урона поменьше, но все остальное, как надо. Берем, вообще без вопросов берем. Простой, кстати, заметьте, самое эффективное оружие, оно простое, оно не вычурное, оно без всяких там дополнительных завихрений, и завитушка, ну, простой, просто прямой, длиннющий меч, наверное, из хорошего материала, возможно, какая-то магия на него была наложена. А с учетом того, что это существо из тени прибыло, и все-таки меч перенесло, по всей видимости, можно из тени выносить какие-то предметы, и вполне себе материальные. Ну что ж, друзья, давайте на этом сейчас мы серию завершим, в следующую уже тогда подумаем, куда нам отправиться. В принципе, можем отправиться в Донарин сдать. Зачем ты здесь? Что-что? Ты, похоже, не священница, но разве тебе не лучше в лавке торговать или на ферме работать, чем сражаться? Кунари, ты меня на место ставишь? Ты очень смел. Так, не гоже. Но жизнь ведь такова. Не будь слепым болваном. Я говорю правду, и слеп вовсе не я. Так и глянись скорее. В стране у нас волшебниц и воительниц без счета встретишь ты. Это еще надо доказать. Что доказать? То, что они дерутся, иль женскую их суть. Все. За женщину меня ты не считаешь. Приятно слышать. Наверное, вот диалоги между Стэном и Морриган наиболее таки интересны. Они такие, как бы это, правильно сказать, на нервах очень друг друга классно играют. Наверное, даже лучше, чем в первых самых своих диалогах Морриган со Стэном. Так вот, нам либо надо сдавать задания все в Дэнерим, либо отправляться в Морозные Горы, а возможно и то, и другое. Мы просто одно за другим сделаем. Скорее всего, даже сначала в Дэнерим заглянем, но сейчас загадывать не буду. В любом случае, за эту серию мы проделали и за прошлую, вообще за ближайшие несколько серий, которые прошли вот Тавич и эту. Мы сделали большую работу по закрыванию множества долгов. Джаггернаут, доспех полный собрали, что замечательно, на мой взгляд. Кучу сундуков обыскали. В лесу Бресилиан кучу заданий выполнили. Короче, мы с вами большие молодцы и можем приступать непосредственно, непосредственно к нашему основному заданию, которое для нас все-таки сейчас важнее, поскольку помощь Эрла Рэдклиффа, Эрла Иамона нам очень нужна и надо его поскорее возвращать на ноги. Большое спасибо за внимание. Для вас играет и комментирует Никита. Увидимся в следующих сериях. Счастливо вам и удачи.